Йоу, друзья, всем привет, раннего доброго утречка. Я вылетаю из Калининграда в Москву. Рейс задержали на 3 часа, поэтому я тут уже в аэропорту, как у себя дома, расхаживаю. К счастью, я лечу в Москву хорошей авиакомпанией, возможно, самой лучшей в нашей стране аэрофлотом. Они вот за задержку компенсировали это прохладительными напитками, как сказали. Но на самом деле просто бутылка воды. Давайте сделаем экскурсию по аэропорту, по второму этажу. Вот, к примеру, если вы тунца полосатого возьмете, 290 рублей вам обойдется. Скумбрия 215. Но в целом, по-моему, не так дорого для зоны в аэропорту. У меня такое здесь, видите, он одинарный. А, вот, полторы тысячи. Но я покупал за 350. 180 рублей за такой батончик. 300 вот такой большой. Ну, в целом, накрутка есть, но небольшая. В аэропорт мы вернемся чуть позже, а сейчас хочу вас погрузить в атмосферу моих сборов. Из Калининграда в Москву я поехал на четверо суток с одним лишь рюкзаком. И то, в котором большая часть занимает эта техника. Фотоаппарат, два объектива, стабилизатор, на который я снимаю свои влоги. И ноутбук с зарядным устройством. Я выкладываю на видном месте, в данном случае это на кровати, все, что собираюсь взять. В первую очередь, это, конечно же, техника. Снимаю это видео на такое очень удобное крепление, которое дает ракурс, как в фильме Хардкор, от первого лица. Также те вещи, которые я должен одеть утром, к примеру, как часы, кошелек, кофты, куртки, штаны, сразу рядом с кроватью. Я кладу на стол. По личным вещам у меня прям самый минимум. Я приобрел себе термокостюм, который держит температуру, будем тестировать его в Москве. Он включает в себя кофту и штаны. Московский прогноз неутешительный, на время моего путешествия будет аж минус 20. Честно говоря, это мой первый опыт, в Калининграде таких морозов нету и никогда я с этим не сталкивался. Также я купил свою первую балаклаву. В общем, я подготовился основательно. И кроме того, взял две пары носков из собачьей шерсти. Уложив самое главное, я начал собирать личные вещи. Несмотря на минусовую температуру, в Москве ожидалось солнце. И я решил взять с собой солнцезащитные очки, конечно же. Я только опубликовал новое видео, и тут у меня на компьютере отображается статистика в реальном времени. Я в первую очередь фотограф, если кто не знает, у меня в Москве будет три фотосессии. Хочу показать вам прикольную косметичку, которую выдают в Turkish Air Line на международных перелетах. Туда почему-то не поместилась моя расческа, но отлично влезла зубная щетка, паста и какие-то небольшие мыльно-рыльные принадлежности. Аэропорт Храброво не скажу, что чем-то примечателен. Какие-то у него есть особенности. Очень маленький, ламповый по своим масштабам и объемам. Далее эту воду, и теперь таскайся с ней. Может, вы захотели взять с собой в качестве подарка шоппер, 800 рублей стоит. Из Калининграда увезти частичку вашего отпуска. Большие, по 1450. Прикольные такие вельветовые. А если хотите не вельветовые, тут есть просто из плена. Все будет клево, не очень. Ну, вот, к примеру, такой Королевский замок. И это вам обойдется. По чем эти? По 750? По 750. Я понял, да. А вот такие сумочки по 450. Мне вельветовые больше нравятся. Не знаю, как вам. Косметичка. Если вдруг вы утром не позавтракали, либо ваш рейс конкретно задерживают. Здесь можно, к примеру, светлый завтрак взять 525. Это стоит лишний, 325. Кто любитель фастфуда, вот, к примеру, круассан с цыпленком 495. Кафе называется Шпаттенхаус. Посмотрите, еще пока не посветлело окончательно на улице. Время 9 часов 13 минут. Ну, достаточно прилично народу сидит. Друзья, какие новости? Мой рейс перенесли с 11.50 на 12.35. Я тут слоняюсь, уже не могу найти себе место. Нашел некоторую информацию, кстати говоря, полезную в том числе для вас. Здесь, первое, нет вайфая. Второе, здесь нет обмена валюты. Много приезжает людей из Германии, из Польши. Тут вы просто не сможете поменять свои евро на российские рубли. Книгу я с собой не брал. Посмотрю какой-нибудь фильм, поговорю с другом. Ну, ничего, ничего. Все, что делается, видимо, все к лучшему. Ну, сказали, что в целом для такого времени, до Нового года, после Нового года, это норма, когда задерживают самолеты. Но конкретно у Аэрофлота это редко. И вот, наконец, я в самолете. Несмотря на его полную загруженность, я зарегистрировался онлайн с 24 часа и успел отхватить местечко у окна. Перевел часы на час вперед и приготовился к полету. Калининградская погода, как всегда, очень часто менялась. То выглядит солнце, что аж слепит глаза. Ну, а при взлете, наоборот, небо затянуло серыми тучами. В связи с последними обстоятельствами, маршрут из Калининграда в Москву пролегает через нейтральные воды Балтийского моря. За время полета больше всего я ждал свой обед. В него входили, понятно, салфетки, ложки, столовые приборы, достаточно вкусный молочный шоколад, не вот этот, вот знаете, темный, горький. Йогурт, без добавления лишнего сахара, по крайней мере, на вкус так казалось. И сэндвич, достаточно суховат, но это лучше, чем ничего. Также кофе, в которое я попросил добавить молоко. Я рекомендую завести карту тройка, даже если вы редко ездите в Москву, как и я. Дело в том, что банковской карте вы заплатите 61 рубль за поездку в метро, а по тройке 54. Сэкономил, значит, заработал. Половина пути к отелю уже позади. Иду я уже темно, и знаете что? Первое бросилось в глаза, точнее, не сразу это было понятно. Что-то не так, думаю, с дорогой. И обратите внимание, какой широкий тротуар и какая проезжая часть. Мне кажется, они по ширине одинаковые. Даже, наверное, я бы сказал, что чуть-чуть тротуар шире. Нету никаких ям, спокойно на самокате проезжаешь, я думаю, без проблем. Сейчас минус 20, но я могу сказать, что мой термокостюм меня спасает. Мне пока что не холодно. Конечно, я еще не так много времени провел на улице, перемещаясь от одной ветки метро к другой. Но, словно, знаете, где-то после минус 5-7, ну, минус 10, наверное, уже не так ощущается мороз. Я тут шел в некотором участке, даже, ну, лужа была. Просто не застывшая вода. Вот как-то так. Пока мне не холодно. У меня еще-то в комплекте есть балаклава вообще-то. Друзья, я знаете где? Во Вьетнаме. Вот так вот неожиданно, да? Летел в Москву, а оказался в азиатской стране. И это не шутка, почти. Я нахожусь в ресторане вьетнамской кухни. Заказал, ну, ничего особенного, простите, уже не будет эксклюзива. Это том-ям. Подают они с рисом. Палочки, ложка, понятно. Куча тут каких-то соусов. Можем даже разобраться. Шри рача, хот чили соус. Окей, это остренький. Блин, короче, куча всего. Ну, прям похоже, да, на Вьетнам? Согласитесь. Посмотрите, как у них тут супер простенько. Вот чисто как дома. Ёлка такая стоит. Мишура в горшках. Очень много зелени, посмотрите, да? Несмотря на то, что зима, они все равно решили выдержать такую вот тематику. Это блюдо обошлось. Сейчас вам скажу, сколько. Потом ямчик. 450 рублей. Ну, хочу, чтобы вы обратили внимание. 800 грамм порция. И это стоит 450 рублей. То есть смело вот эту тарелку на двоих можно заказывать. Посмотрите, что тут еще есть. Рисом летом по-вьетнамски. Пожалуйста. Хотите еще чего-нибудь местного? Вот вьетнамский кофе. Что это значит? Вообще без понятия. Находится в торговом центре Капитолий. Или вот, к примеру, да? Драгонфрут. Если кто не пробовал, тут есть его сок. До этого ресторана я уже успел заселиться. К счастью, я добрался наконец-таки до своего жилья. Это был тоже тот еще... Та еще история. Я советую вам не выключать это видео, потому что я от своей гостиницы удивился. Приятно удивился. Поэтому сразу после еды мы идем туда. Говорю, сколько стоит. Обязательно смотрите. И при этом аппетита, кто сейчас тоже кушает. Дайте мне уже поесть, ребят. Честно, жрать хочу пипец. Ребятушки, я еще взял себе вьетнамский сок. 100 рублей стоит. На самом деле, вот он обычный. 330 миллилитров баночка. Но он действительно из Вьетнама. Тут ничего по-русски не написано. Очень вкусный. С маракуйей. После остренького том-яма. Прям в самый раз. Друзья, дорогие мои. Ну и наконец-таки жилье. Не терпится вам его показать. Это значит первый этаж. Пол везде с подогревом. Я забыл успешно свои тапки. И в носках мне более чем комфортно. По мебели вы видите сами. Кружки, вилки, набор базовых столовых приборов присутствует. Мойка. Теплая вода есть соответственно. Чайник, микроволновка. Вот не проверял. Давайте вместе с вами. Хорошо греет. Вот единственное, сковородки нет. Дальше что по первому этажу. Такая небольшая ванная комната. Всем привет. Душ. Душевая кабинка. Раквина. Вот. Важно для девушек, для семейных пар. Есть фен. Выключаем свет. И пойдем на второй этаж. Это двухуровневые апартаменты. Очень такие уютные. Я только с магазина купил продукты. Еще не разобрал пакет. Также я еще не разобрал свой рюкзак. Поэтому вот он весь в полном сборе. Единственное, курска с кофтой. Свет я уже везде включил, чтобы вам поприятнее было смотреть на картинку. Апартаменты находятся в спальном районе. Тут 15 минут до магазина. Ну придется пройти, но зато здесь тихо. Телевизор. Для кого он важен? Для меня не очень. Тут вот такой пульт. В общем, а Netflix, YouTube. Можем посмотреть, пробовать. Наверное, его надо включить в розетку. Ну, в общем, друзья, не знаю. Честно, мне это не особо интересно. Вот такая вот рабочая зона в целом. Можно и внизу работать. И спальное место. Заходишь ты по карточке. Никаких ключей. Все тихо, спокойно. Пока что никого не слышал ночью. Чтобы вы понимали, друзья, я потратил целых 6 часов на поиски этого жилья. У меня оставалось сколько? Неделя до заселения, до прилета в Москву. И поэтому вариантов вообще не было. Друзья, салют, это все тот же я, но из будущего. Проживший в этом отеле уже четвертые сутки. Променявший уже два номера. И это третий. На местном уровне, наверное, это считается люксом. Потому что тут одна кровать, вторая кровать. Такие кресла. В общем, тут побольше комфорта, условно. И два обогревателя, один из которых работает. Об этом как раз я и хотел в этой части видео поговорить. Потому что в этих номерах было безумно холодно. Я вот как сейчас выгляжу, так и спал. Можете себе представить, как бомж. Серьезно. В термаке, в этих уличных штанах, на белоснежной постели. Такое не годится. Я до 4 утра каждый день не мог уснуть. Решать вам, друзья. Хочу все-таки, несмотря на это все, выдержать нейтральную позицию. Может быть, вы приедете летом, и тут будет комфортно. Безусловно. Но сейчас оно так. Вот тут окна залеплены, посмотрите. Но не просто так же. Так дует из подоконников. Вы себе не представляете. Мне поменяли два номера в знак компенсации за причиненные неудобства. И сказали, что не то, чтобы сказали. Я попросил, они согласились только на 2000 возместить моральный ущерб. Такие новости. И, дорогие мои, любимые, спасибо за просмотр первой части. Мои приключения в Москве только начинаются. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если не понравилось, напишите в комментариях. Проанализирую, заблокирую. И подписывайтесь на канал. Ждите вторую часть. И увидимся снова в Москве. Пока-пока.